Сейчас строители демонтируют старую, пришедшую в негодность конструкцию. Пока точно неизвестно, будет ли здесь снова кафе или что-то другое. Но несмотря на то, что суд постановил оставить объект владельцу и хозяин стал приводить здание в порядок, администрация не исключает вопрос о сносе бывшего кафе-палуба. Оно не только привлекает уличных художников, но и портит вид набережной. Набережная реки Сочи – центральная прогулочная зона курорта длиной почти в километр. Поэтому ее внешний облик должен быть безупречным. Большая часть работ по реконструкции вдоль правого берега реки по улице Чайковского уже завершена. Судя по всему, обновленная набережная влияет не только на внешний вид города, но и на настроение людей. Вместо бегущих куда-то прохожих по новой плитке неторопливо прогуливаются пары, занимаются спортсмены и ездят велосипедисты. Теперь вот сделай дорогу, ездим. Очень хорошо. Мне нравится, что порядок-то вводят. Да, а то вообще здесь все перекопано было, грязно. А сейчас наводят порядки. Раз дощечка, два дощечка. Получается обновленный пешеходный мост через реку Сочи. Сейчас перейти с улицы Чайковского на Конституции можно не опасаясь, что прогнившие доски провалятся прямо под ногами. Реконструкцию завершили буквально несколько недель назад. На прочность настил проверили при помощи специального оборудования. Кстати, что касается левого берега реки, то набережные вдоль улицы Конституции тоже реконструируют. Только работы здесь в самом разгаре. Значит, работы ведутся по трем направлениям. Первое – это демонтаж старой конструкции парапета и замена его на новый. Второе – это ремонт самой улицы Конституции с уличным освещением, с ливневками и так далее. Затем устройство тротуара. Последним этапом в реконструкции набережной станет установка и покраска перила, а также доведение до ума зеленых зон. Полностью завершить работу должны к сентябрю. Кстати, набережная не только обновится, но и станет намного протяженнее. Уже этой осенью, как только откроются новые Бзугинские, закроются старые Новогинские очистные сооружения, канализационные трубы в районе Краснодарского кольца, которые прокладывали еще в 83-м году, уберут. Поэтому прогулку реки можно будет начинать с поворота на Макаренко. Галина Мансиева, телекомпания ФКТ.